Свинарник я наконец вычистил, а это значит, что пришло время делать полный отзыв по аппарату Феникс Байкал. Однако, если вы не видели вьетнамских веслобрюхих свиней, заходите, посмотрите. Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Самогон Саныч. Итак, сегодня даю отзыв по аппарату Феникс Байкал, который я проверял, тестировал в течение полутора месяцев. Для тех, кто не видел эти тесты и хочет более конкретно узнать об этом аппарате, в течение этого видео будут появляться ссылочки на экране, проходите, посмотрите. Там будет и распаковка, и первая, и вторая перегонка. В общем, все, что я мог снять и досконально рассказать о каждом процессе. А сегодня в общих чертах. Итак, аппарат Феникс Байкал. Значит, первое, что я обратил внимание во время тестирования, это ручки. Вот ручки приделаны как бы к верхней крышке, вот здесь вот приварены. Меня это несколько смутило, я привык, что ручки привариваются вот так сбоку. Но, тем не менее, все здесь работает. И хотя я прочитал в интернете один отзыв, что человек, купивший этот аппарат, взял за эти ручки, и он у него, так сказать, верхняя крышка у него отлетела. У меня такого не произошло, и слава богу. Я думаю, что, в общем, если швы здесь все сделаны грамотно, а нет элементарного брака производства, то все у вас будет работать. И второй момент, который я обратил внимание во время перегонок. Значит, ручки, как вы видите, железные. Однако, после того, как аппарат, точнее, плита под аппаратом выключается, а я подчеркиваю, я гнал на индукционной плите, буквально через пять минут они охлаждаются, их спокойно можно брать, и аппарат уже может, так сказать, выносить и освобождать плиту. Это тоже надо учитывать. Далее, соединительные шланги. Ну вот, смотрите, как здесь происходит вопрос подсоединения. Вот шланг, вот таким образом он подсоединяется, и все. Я думал, что необходимо все-таки иметь хомуты. На самом деле, этого тоже не понадобилось. Шаг, шланг заходит на патрубок очень плотно и обеспечивает вам, в общем-то, достаточно герметичность. Ничто нигде не течет, не сечет и так далее. После перегонки шланги, особенно первый раз снимать, действительно трудно. А вторая, третья уже перегонка, когда шланг прирабатывается, уже это гораздо легче. Ну, шланг, сами понимаете, такая вещь расходная. Далее, мощность. Я гнал на 1800 ватт, делал все перегонки. И вот, что я вам могу сказать. Один раз я усилил мощность до 2000 ватт, и вот этот холодильник начал не справляться. Другими словами, пошел самогон, 55 градусов не крепости, а 55 градусов температуры. А это не очень здорово. Я так понимаю, если бы я мощность не убавил, мог бы пойти и пар. Какой вывод отсюда следует? Я не говорю здесь, что холодильник плохой. Я говорю просто, что этому аппарату 1800 ватт вполне достаточно. То есть, вы можете покупать достаточно дешевую, относительно дешевую индукционную плиту 2000 ватт мощности. Вам не потребуется плита 3500 ватт. Вот, в общем-то, и да, и еще один момент. Значит, как вы видите, здесь и дефлегматор, и холодильник у этого аппарата. Однако, почему-то вот этот комплект для параллельного подключения холодильника и дефлегматора одновременно в комплект аппарата не входит. И мне их присылали дополнительно из фирмы «Феникс». Хотя, сами видите, комплект копеечный. Надо-то всего два тройника, один с кранами, другой без. И четыре патрубка. Все. Так что, если вы будете заказывать этот аппарат, обратите внимание на эту деталь. И сразу скажите, что вам нужен комплект для параллельного подключения. Вот, в принципе, и все, что я хотел сегодня сказать. Подводя итог, могу резюмировать. Если вам, уважаемые зрители, нужен простой аппарат без прибамбасов, аппарат достаточно легкий в сборке, в эксплуатации и в обслуживании, можете обратить внимание на аппарат «Феникс Байкал». Ссылочка будет в описании. Если вам нужен аппарат, как бы, покруче, ну, посмотрите линейку «Феникс Байкал». У них, по-моему, 15 модификаций различных аппаратов. Кроме того, каждая модификация еще имеет разные кубы с тенами, без тенами, объем кубов и так далее. Линейка очень обширная. Но я сегодня говорю о «Феникс Байкале», именно о том аппарате, какой я тестировал, и предупреждаю вопрос зрителей, которые обычно спрашивают, ну вот, а я хочу, допустим, аппарат с термометром на баке. Какой бы вы могли посоветовать? Уважаемые зрители, я могу говорить свое мнение только о тех аппаратах, которые тестировал. Вот этот я протестировал, я вам сказал свое мнение. Нужен простой? Обратите внимание на аппараты «Феникс Байкал». На сегодня все. С вами был Самогон Саныч. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. Понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. А вам, уважаемые, здоровья и веселых застольей. И по скрипту. Если я неясно выразился, и тогда отвечаю на вопрос, понравился ли вам этот аппарат. Да, уважаемые зрители, мне этот аппарат в эксплуатации понравился. Понравился. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...